Саня, я вот знаю, что ты очень часто покупаешь у бабушек творог на руках, молоко, яблочки всякие. И откуда ты это знаешь, Саша? Вот договариваешь на меня. Википедии прочитал. Нет, совершенно этого я не делаю, потому что это несанкционированная торговля, я ее не поддерживаю, потому что знаю, насколько это рискованно и чем это может обернуться впоследствии, если покупать на улице у бабушек с рук, как раз таки, как ты говоришь, творог и молочную продукцию. Но я знаю, кто может внести полную ясность в этот вопрос. У нас в гостях Максим Водчин, начальник управления по мониторингу и пересечению несанкционированной реализации товаров и оказанию услуг. Доброе утро. Позвольте вопрос, как началось утро вашего нового дня? Как обычно. Не с мониторинга или как раз таки с него, как обычно. Мониторинг на данный момент начинается с 7.30 утра. На более сложных участках это Куйбышевский рынок и Центральный рынок. На всех остальных рынках с 8 утра до 7 вечера. То есть я так понимаю, после нас вы сразу отправитесь на рынок? У вас еще 10 минут есть. Еще 10 минут есть, да, думаю, успею. Успеете определенно. Скажите, а чем чаще всего, с чем вы сталкиваетесь, что выносит на такую торговлю? Какие товары и услуги? Все зависит от сезона в первую очередь. Если это лето, то фрукты, овощи, бахчевые сейчас пошли активно продаваться. Ну и также молочная продукция, она не имеет сезона, она всегда есть, что намного опаснее в летний период, так как температурный режим не соблюдается и в течение дня все равно не ее реализовывают без условий хранения определенных. Но я так понимаю, что эта проблема до сих пор остро стоит, потому что все-таки в центре, например, я уже не замечаю несанкционированную торговлю. А где она тогда еще остается? Центральный рынок, да, на данный момент, скажем так, в хорошем режиме. Стихийная торговля там отсутствует. Если есть точечные очаги какие-то, то, в принципе, мы с ними справляемся. Но Киевская 114 – это от рынка Русь до рынка Приоз. На данный момент самый проблемный участок, как и, в принципе, в предыдущие года. Там планируется усиление дежурства до двух единиц, до двух человек ежедневно, так как один сотрудник не справляется с этой работой. Плюс подключаем дополнительные структуры, органы Министерства внутренних дел, ветконтроль, судебных приставов для принудительного взыскания штрафов прямо на месте осуществления деятельности незаконной. И тем самым проводим работу с самими стихийщиками. Напоминаем, что есть свободные места на рынках, напоминаем условия торговли и все необходимое для того, чтобы работать в правовом поле. Максим, ну вот вы сказали, будет дежурить по два человека. Что это значит? Что значит дежурство? Дежурство – это значит полноценный рабочий день только на территории рынка. Это люди, которые как раз-таки будут заниматься мониторингом? Это сотрудники департамента, которые наделены полномочиями составлять административные протоколы по статье 6.1 «Незаконная торговля». Вы еще упомянули штрафы. Много ли взыскивают людей, которые торгуют? Я знаю, что на самом деле там копейки сущие. Особенно для тех, кто занимается продажей, они очень быстро это могут вернуть. Отбить? Отбить. Штраф за несанкционированную торговлю для физического лица составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Граждане, осуществляющие ежедневно торговлю, а в принципе-то по сути в городе торгуют одни и те же. Если мы говорим там бабушки, дедушки, бабушки, дедушки, кто торгует своим, у них нет столько продукции на таком потоке. Поэтому это банально перекупщики. Ежедневно они получают штрафы. Штрафы накапливаются. Потом получается большая сумма. Приставы уже имеют право накладывать аресты и на недвижимое имущество, и на движимое имущество. И составлять акты описи и изъятия данного имущества. Вы можете привести примеры самых громких случаев, может быть, за последнее время, самых больших штрафов? Может, у вас есть уже лица, привлекавшиеся? Злостные. Злостные, неплательщики. У нас случай буквально пару недель назад в районе автовокзала центрального гражданка осуществляла стихийную торговлю. Порядка десяти штрафов у нее было не погашено. Были они переданы в Федеральную службу судебных приставов. Совместно с приставами организовали рейд. Приехали на место осуществления стихийной торговли. Застали ее врасплох. Начали описывать продукцию, которую она торгует. Погасило 60 тысяч рублей штрафов. Максим, и вопрос, который, наверное, актуален именно сейчас, летом, это бахчевые культуры, которые сейчас активно продаются чуть ли не в каждом дворе. Чем это опасно? Давайте предупредим людей, чтобы они даже просто не велись, не покупали несанкционированные обузы и дыни. А у меня вот, соответственно, вопрос. А неужели для них нужны какие-то определенные условия? Я знаю, что Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя разыграло конкурс по реализации бахчевых. Некоторые предприниматели получили документы, заключили договор с администрацией на реализацию бахчевых, торгуют в рамках правового поля. Но, как всегда, найдутся предприниматели, которые захотят без уплаты налогов, без аренды, без договоров с администрацией реализовать бахчевые. Мы активно сейчас боремся с данной торговлей, составляем административные протоколы. Порядка 15 протоколов уже составлено за реализацию бахчевых. На вчерашней админкомиссии два протокола уже было рассмотрено, остальные будут рассматриваться 13 и 20 числа. На чем опасна такая покупка на улице арбузов и дынь? Ну, в первую очередь, нитраты. Неизвестно, откуда они пришли. Поэтому самое опасное, это, конечно, добавки, которые были непосредственно всеми при процессе выращивания. Температурный режим, в принципе, им не нужен. Единственное, что... Вот мы столкнулись на Грессе, женщина принесла, купила арбуз тоже на точке, пришла его возвращать, потому что он скисший. Я, честно говоря, не знаю, как может скиснуть арбуз. Скорее всего, долг он стоял на солнце и просто-напросто внутри, получается, испортился. Наверное, это первое, что может быть вредно для здоровья. Большое вам спасибо, Максим. Благодарим вас за информацию. Потому что теперь крымчане вооружены и предупреждены. Это точно. И будут знать, куда идти за продуктами. Я напомню, у нас сегодня в гостях Максим Вочин, начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной реализации товаров и оказания услуг. Продолжение следует... Продолжение следует...